В начале 20 века Российская империя развивалась стремительными темпами. Подобный рост с Россией случался всего лишь четыре раза за всю историю. Это 1890-е годы, первые два десятилетия 20 века, о чем мы сегодня будем говорить, а также первое десятилетие 21 века. В общей сложности, если округлить за 10 первых лет 20 века, российская промышленность выросла практически вдвое. Ну и на этом фоне произошла февральская революция 1917 года, которая привела к свержению власти. Так почему же это случилось? Всем привет, меня зовут Ира, я преподаю историю в онлайн-школе Вебиум, и сегодня мы с вами поговорим о том, чем же жил Петроград в начале 20 века, в 1917 году, и почему произошло свержение монархии в России. Погнали! Перед началом Первой мировой войны происходил огромный рост российской промышленности, который, увы, не приводил к улучшению положения рабочих. Условия труда рабочих были жуткими, низкие зарплаты, постоянные травмы и высокие штрафы. Поэтому рабочий начал протестовать, так как он понимал, что если вдруг начнется забастовка, начнется стачка, производство остановится, работодатель будет вынужден пойти ему на уступки, так как если вдруг производство стоит, то заказ уходит на другое предприятие, ведь у нас промышленный взлет, предприятий становится все больше и больше. Поэтому рабочие нередко прибегали к вот таким вот методам отстаивания собственных интересов. Организовать стачку в начале 20 века было весьма несложно. Например, у вас на заводе появляется какая-нибудь группа недовольных лиц, и не важно, чем недовольны, это может быть хамство мастера или небезопасные условия труда, главное, чтобы проблема появилась. Об этой проблеме может напечатать какая-нибудь социал-демократическая газета, например, «Большевистская правда». Социал-демократы также могут вам прислать какого-нибудь партийного рабочего, который поможет составить петицию с вашими требованиями к работодателю. А дальше дело за малым, дождаться положительного ответа на вашу петицию. Но, как мы с вами знаем, мы не во Франции, поэтому положительный ответ обычно не приходит. Здесь в силу идет рукоприкладство и разные насильственные методы. На этом этапе важно устранить несогласных. Например, выкинуть в соседнюю реку, либо же кинуть в них что-нибудь тяжелое. После этого вы уже спокойно со своими друзьями можете шлепать к рубильникам и останавливать производство. Предприятие остановилось, предприятие замерло. К вашему протесту могут присоединиться, например, рабочие соседних заводов, чтобы вас поддержать, потому что они, как правило, тоже недовольны собственными работодателями. Но дальше администрация идет уже на удовлетворение ваших требований. Хотя иногда выступление может перерасти в самое настоящее вооруженное восстание, столкновение с полицией и казаками, но до 1917 года такие ситуации были весьма редкими. Но обратимся, наконец-таки, к февралю 1917 года. В Петрограде настоящая русская зима, на дорогах заносы и хлеб доставить в город весьма и весьма сложно. Но есть еще один важный моментик, идет Первая мировая война, Россия в ней участвует, и поэтому большая часть всего продовольствия идет именно на фронт. В Петрограде начинают ползти слухи о ведении карточек на хлеб. Начинается такая истерическая ситуация. Женщинам приходится стоять в очередях по много часов и даже ночью, потому что буханок хлеба всем просто-напросто не хватает. А помимо этого у женщин еще мужья на фронте, а с фронта нет, как известно, положительных вестей, а дома плачущие дети, и работать им нужно в несколько смен. Поэтому женщины весьма недоволен сложившейся ситуацией. На этом фоне 22 февраля 1917 года Николай II император решает уехать из столицы в ставку Верховного Главнокомандующего, потому что у нас все еще идет Первая мировая война. 23 февраля, это 8 марта по новому стилю, царский поезд прибывает на место назначения. Ну и, собственно, ситуация, кот из дома мыши в пляс. В Петрограде начинаются митинги, которые в дальнейшем прорастут в самое настоящее вооруженное восстание. 23 февраля по старому стилю, или 8 марта по новому стилю, в Петрограде происходит массовая женская демонстрация. Работницы, довольные своим выходным днем, решают выступить против власти, против тех решений, которые принимаются в государстве. Начинает все рабочее предприятие «Невка», которое занималось пошивом одежды как раз-таки для бойцов, для военных, которые участвуют в Первой мировой войне. К этим женщинам из завода «Невка» присоединяются и другие выступающие в общей сложности. 23 февраля 1917 года на улице Петрограда выходит около 120 тысяч человек. Лозунги поначалу весьма безобидны. Основные два лозунга — это «хлеба» и «мира». То есть то, чего сейчас непосредственно не хватает, то, чем недовольны женщины. Но царская власть на эти выступления практически не реагирует, и революционные события начинают развиваться. 24 февраля развивается всеобщая забастовка. На улице Петрограда выходит около 200 тысяч человек. К рабочим присоединяются студенты, а также курсистки с бестужевских курсов. В центр города Петрограда направляются гвардейские полки для того, чтобы как-то утихомирить выступающих. После полудня начинаются выступления на Знаменской площади, которая в 1918 году в честь событий 1917 года получит название «Площадь восстания». Очень интересное поведение царя во всей этой ситуации, так как он отсутствовал в столице, и о выступлениях он узнает только 25 февраля. О том, что он делал, чем он занимался, мы знаем из его дневников. Вот, например, 24 февраля, когда происходит всеобщая забастовка, царь пишет. То есть царь пока что беззаботно проводит время и не знает о том, что происходит в самом сердце его страны. 25 февраля полиция пытается бороться с выступающими. Например, она перекрывает большинство мостов в Петрограде для того, чтобы не дать возможность демонстрантам добраться до центра Петрограда и объединить там свои силы, продолжить свое выступление. Но для выступающих это не помеха, они двигаются прямо по льду Невы. И в этот же день в столице появляются лозунги «Долой самодержаве!» То есть уже не хлеба и мира, как раньше, а «Нам не нужна царская власть». А в этот же день Николай II узнает о том, что в России происходят такие революционные процессы. Ему докладывают об этом в 18 часов по Москве. Император сразу же приказывает подавить все выступления, потому что идет Первая мировая война, и такое проявление нелояльности, оно небезопасно, особенно под лозунгами «Долой царское правительство». 26 февраля в Петрограде начинаются крывавые столкновения. На Знаменской площади солдаты начинают стрелять в демонстрант. По распоряжению командующего войсками Петроградского военного округа Семена Семеновича Хабалова. Именно ему Николай II послал весочку о том, что нужно прекратить выступление. Однако стрелять по демонстрантам соглашаются далеко не все военные. Например, отказывается 4-я рота Павловского полка. В тот же самый день император Николай II распускает Государственную думу сроком на два месяца. Из дневников императора мы знаем, что в этот же день он завтракал с иностранцами, а вечером играл в домино. 27 февраля на сторону митингующих начинают переходить солдаты. Первым это делает Волынский полк. В общей сложности в забастовке, в восстании настоящем уже участвует около 400 тысяч человек. В это время депутаты, распущенные только что царем Государственной думы, не согласны с его решением, создают Временный комитет Государственной думы, возглавляет который октябрист Михаил Владимирович Родзянко. В это же самое время левые партии начинают выборы в Петроградский совет. На следующий день, 28 февраля, бастующие захватили Петропавловскую крепость и получили в свои руки оружие. Начинается уже полномасштабное вооруженное восстание. В столице практически не осталось сил, которые поддерживают царскую власть. Происходит арест царских министров, и Николай II принимает решение о том, что ему нужно срочно ехать в Петроград. Однако добраться до пункта назначения у императора не получится. 1 марта 1917 года царский поезд будет перенаправлен в Псков, потому что пути на Петроград уже будут захвачены революционными силами. Здесь император получит несколько телеграмм, авторы которых будут выступать для создания правительства, ответственного перед народом, а не перед царем, как это было прежде. Глава штаба Северного фронта Николай Владимирович Русский отправляет телеграммы командующим фронтами с вопросом о будущем власти в России. 2 марта 1917 года Николай II получит ответ от офицеров. Они будут выступать за отречение монарха для спасения страны и сохранения армии. В этот день Николай II подпишет манифест об отречении за себя и за своего сына, царевича Алексея. Отречется он от престола в пользу своего брата Михаила. Однако 3 марта, уже на следующий день, Михаил заявит о том, что он не готов взять власть в свои руки прямо сейчас. Он готов стать царем Российской империи только после того, как подобное решение примет учредительное собрание. Вот так стремительно развивались события в России. Казалось бы, вот только 23 февраля 1917 года на улицы вышли женщины, недовольны нехваткой хлеба. Как вдруг, неожиданно, уже в начале марта, 2 марта 1917 года Николай II подпишет отречение от престола, а 3 марта пойдет монархия в России навсегда. Если ты хочешь подробнее разобраться в этой и других темах, то ты можешь записаться на наши курсы полной подготовки к ЕГЭ по истории. Ссылка на актуальные обязательно есть в описании под этим видео. А на этом все. Надеюсь, тебе удалось разобраться в теме февральская революция. Если видео было для тебя полезным и интересным, обязательно ставь ему лайк, подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить другие интересные и полезные видео, а также бахай колокольчик. Это была Ира, онлайн-школа Vabium. Встретимся в следующих роликах. Пока-пока!